7 июля 2010 года. В 9 часов вечера жители китайского города Ханчжоу прильнули к окнам своих домов. В небе над городом они увидели невероятную картину. На высоте полкилометра движется таинственный объект. Он оставляет за собой в воздухе оранжевый след и издает громкий свист. Через несколько минут сообщение о неопознанном объекте поступило из ближайшего аэропорта Сяошань. Диспетчер докладывает, НЛО зависло над взлетно-посадочной полосой на высоте всего 200 метров. Представители спецслужб аэропорта даже пытаются установить контакт с неопознанным летающим объектом. Но ни по одной из радиочастот таинственное судно на связь так и не вышло. После этого специальным приказом аэропорт Сяошань был закрыт на целые сутки. Это первый в истории случай, когда работа международного аэропорта была приостановлена из-за НЛО. Да, мы действительно закрыли аэропорт до тех пор, пока НЛО просто не исчезло. Спустя несколько дней инцидент повторился в Японии. Вы видите кадры, которые снял один из пассажиров самолета, идущего на взлет в аэропорту Хамеда. Над взлетно-посадочной полосой отчетливо виден светящийся объект. НЛО завис в воздухе точно так же, как и в китайском аэропорту Сяошань. В течение месяца этот загадочный светящийся объект увидели сотни тысяч человек. Он будет появляться в аэропортах США, Канады, Франции, Германии, Австралии и даже Новой Зеландии. Но самое удивительное даже не это, а то, что за неопознанным летающим объектом все это время охотились не только ученые всего мира, но и сотрудники секретных подразделений спецслужб. 25 июля 1988 года. Штат Северная Дакота, США. Поднявшись в воздух на личном самолете, чтобы осмотреть свои сельскохозяйственные угодья, молодой фермер Кевин Бо видит нечто невероятное. На одном из полей он обнаруживает вот этот странный узор. Кевин Бо даже успел заснять его на видео. На этих кадрах отчетливо видны круги правильной формы, соединенные четкими линиями. Рисунок в буквальном смысле впечатан в пшеничные посевы. Причем площадь этого отпечатка сравнима с размерами футбольного поля. Спустившись на землю, Кевин Бо немедленно исследовал структуру поврежденных растений. Оказалось, стебли аккуратно согнуты, а вовсе не сломлены. И даже после этого колоссия продолжают расти. Только теперь в другом направлении. Большинство ученых считает, все это может значить только одно. Удивительные рисунки на пшеничных полях созданы не человеком. Растения не сломлены, их стебли целые. Но они изогнуты в междоузлиях и лежат все в одну сторону. Поэтому если вот с вертолета посмотреть на такую пиктограмму, на такой рисунок, то видно, как все растения ровно лежат и образуют такую очень шелковистую структуру. Сразу же возникло несколько теорий, несколько предположений. Одно из этих предположений, вот что их делали искусственно. И второе предположение, что это воздействие неопознанных летающих объектов, которые мы, кстати, не замечаем. Впрочем, многие ученые не верят в версию о том, что узор, обнаруженный американским фермером на своем поле, имеет инопланетное происхождение. Физики уверены, круги на пшеничных посевах всего лишь результат воздействия воздушных вихрей. Да, они могут, положим, закрутить растительность, особенно высокую. Они тоже могут ее закрутить, этот вихрь. И это будет своего рода именно такой закрученный вихрь, который будет в виде травы лежать на земле. Всего за несколько месяцев таинственные узоры появились почти на всех континентах. В Европе, Австралии и Южной Америке. К концу 1988 года их насчитывается уже несколько тысяч. Большинство исследователей считает, узоры на полях действительно могли бы быть результатом воздушных завихрений, если бы не одно но. Создать такие сложные ансамбли обычный вихрь просто не может. Ведь узор, как правило, состоит не только из кругов, но и из причудливых линий, треугольников, квадратов, ромбов. Что за сила могла изобразить такое? И как объяснить, что порой рисунки на полях образуются в абсолютно безветренные дни? Точный ответ на этот вопрос у исследователей появился только через три года после инцидента в штате Дакота. В 1991 году все телеканалы мира транслировали вот эти кадры. На них два жителя Великобритании, Дуглас Бауэр и Дэвид Чорли, признались. Это они, авторы нашумевших узоров. Специально для журналистов Чорли и Бауэр демонстрируют. Вот так, при помощи простой палки, закрепленной двумя веревками, они и притаптывали пшеничные посевы, чтобы получился рисунок. Мы обычно приходили на такие поля или в полночь, или очень рано утром, пока все еще спят. И мы знали, что к обеду здесь будет толпа зевак, и все будут удивляться, какой необычный узор. А мы-то знаем, что это мы ночью были здесь со своими удочками. Это удивительно, абсолютно удивительно. После этого сенсационного заявления о загадочных кругах на полях стали отзываться, как о банальной подделке, не имеющей ничего общего с НЛО и инопланетными цивилизациями. Исследователи, которые находили все новые и новые узоры на полях, так и считали бы сумасшедшими, если бы в 2010 году Министерство обороны Великобритании не рассекретило вот эти документы. Это досье на все инциденты с участием неопознанных объектов. В опубликованных материалах несколько десятков тысяч страниц. Из них следует. В 88-м году, когда в американском штате Дакота впервые был обнаружен рисунок на пшеничном поле, в США, в то самое место, о котором сообщил фермер Кевин Бо, была направлена целая экспедиция. Среди экспертов на место прибыли даже сотрудники британского военного ведомства. Специально для изучения аномальных явлений в Министерстве обороны Великобритании создали секретный отряд. Его назвали Ди-55. Но самое главное, согласно этим же документам, сознаться в том, что это они вытаптывали причудливые узоры на полях, англичан Бауэра и Чорлей заставили. И сделали это тоже представители спецслужб. Всего лишь для того, чтобы не создавать паники и успокоить общественность. И это становилось проблемой, потому что мы не могли контролировать ситуацию. Правительство и военные не могли просто взять и объявить общественности, что мы потеряли контроль над воздушным пространством. Исследователи уверены, если внимательно изучить рассекреченные досье британского отдела Ди-55, станет понятно, то, с чем столкнулись спецслужбы при изучении загадочных узоров, не поддается никакому разумному объяснению. Ведь согласно документам, в тех местах, где появлялись загадочные узоры на полях, уровень радиации просто зашкаливал. Выяснилось, что уровень радиации в этих точках в 7-9 раз превышает норму. Это было официально задокументировано военными. Почему появление узоров на полях сопровождается таким скачком уровня радиации? Если это все-таки какая-то неизвестная технология, то чья она? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Зато совсем недавно выяснилась еще одна любопытная деталь. В зонах, где регулярно появляются загадочные узоры на полях, наблюдаются и другие аномалии. Земные законы физики в этих районах просто перестают работать. США, штат Калифорния. Всего в нескольких километрах от небольшого городка Санта-Круз кроется одна из самых невероятных загадок человечества. Это зона Прейзера. Вот она. Эта поляна стала местом паломничества для тысяч иностранных туристов. Вот уже полвека здесь происходят невероятные вещи. Ученые считают, аномально не только эта зона сама по себе, но и вся окрестность в радиусе 100 километров. Ведь неподалеку отсюда на пшеничных полях регулярно появляются загадочные рисунки. Более того, местные жители уверяют, неопознанные летающие объекты здесь появляются практически ежедневно. Главное, что здесь все-таки есть, что механизм образования во многих случаях, я же сказал, много вариантов, но во многих случаях механизм образования одинаковый, исходный. То есть это какое-то энергетическое воздействие, которое действует на растения. На этих кадрах вы видите необычный опыт. На двух концах этой бетонной балки стоят два человека. Перед началом эксперимента их рост измерили. Он абсолютно одинаков. Но обратите внимание, сейчас человек, стоящий слева, кажется более высоким, чем тот, что стоит справа. Вот участники эксперимента меняются местами. И теперь тот, что казался более высоким, стал напротив, ниже второго. Этот эксперимент здесь проводили несколько тысяч раз. И всякий раз на абсолютно ровно лежащей балке тот человек, который стоит слева, кажется выше того, что стоит справа. Ученые утверждают, это не обман зрения. Просто правая сторона балки находится в аномальной зоне. Там нарушена гравитация, там нарушено поле тяготения, там нарушается нарушение по магнитному полю идет. Японский исследователь, который привез с собой дальномер лазерный, чтобы измерить расстояние, изменяется ли расстояние от стены до стены в доме, то бишь искривляется ли пространство. С удивлением он увидел, что луч лазера, который идет параллельно земле, вдруг начал искривляться и втыкается в пол. В самом центре зоны Прейзера находится вот эта деревянная хижина. Ее в 1940 году построил американец Джордж Прейзер. Этот человек мучился от сильнейшей мигрени. Однажды он просто гулял по лесу. Как вдруг именно в этой точке его голова внезапно перестала болеть. Так повторялось целую неделю. Джордж Прейзер приходил сюда регулярно каждый день. И каждый день мигрень прекращалась только на этой поляне. Джордж решил, что это место уникально. И построил здесь дом. Это невероятно, но уже через год строение без каких-либо внешних воздействий само по себе накоренилось почти на 45 градусов. При этом внутри самого дома все осталось нетронуто. Все углы в хижине по-прежнему составляют 90 градусов. Дом и сегодня стоит покосившись. Хотя строители неоднократно пытались выровнять его, меняли фундамент и даже возводили железные опоры. Однако дом все равно возвращался в прежнее положение. Но и это еще не все. Судя по заключениям ученых, внутри этой постройки находится эпицентр всей аномальной зоны. Ведь техника ведет себя весьма странно. Стрелка компаса, помещенная вот в эту комнату, меняет свое положение на 180 градусов. И вместо севера начинает указывать на юг. А человек, входя внутрь хижины, становится словно невесомым. На него не действуют законы земного тяготения. Поле тяготения земли в этом месте как бы смещено. Оно направлено не в центр земли, а под углом. И люди, которые находятся вот на наклонной поверхности вот этого пола и стоят перпендикулярно ему, собственно говоря, чувствуют себя совершенно комфортно, так же, как мы себя чувствуем на обычном полу. Вот раз в неделю, по вторникам, как правило, там происходит эффект отсутствия тяготения, эффект невесомости. И многие гиды потешаются тем, что видят, как люди зависают в пространстве, просто вот над полом, и смешно там барахтаются, при этом удивляются. А до этого они смеялись и не верили, думали, что это какая-то мистификация. Но почему в зоне Прейзера все происходит наоборот? Точного ответа на этот вопрос ученые не могут найти до сих пор. Сначала некоторые исследователи предположили, что внутри этого холма находятся особые земные породы, ферромагнетики. Возможно, именно они притягивают стрелки компаса. Что касается остальных аномалий, долгое время считалось, что это оптический обман. Но даже сегодня никто не может объяснить вот это. Посмотрите, сейчас исследователи проводят в покосившейся хижине еще один эксперимент. На пол кладут бутылку, наполненную водой. В это трудно поверить, но вместо того, чтобы катиться вниз по наклонной, бутылка поднимается вверх. Бутылка начинает катиться не вниз как бы с горки, а наоборот наверх, на горку. И также есть интересный эффект, что если там есть металлический желоб такой, по которому запускают шары, вот по идее, если запустить шар с горки, он покатится вниз. В этом месте он останавливается где-то на середине пола и начинает катиться опять наверх, на горку. Почему в зоне Прейзера не действует ни один из законов физики? Почему бутылка катится по наклонной плоскости ни вниз, а вверх? Почему человек, стоящий под наклоном в 45 градусов, не падает на землю? Некоторые исследователи считают, все эти аномалии – результат воздействия неизвестной человеческой технологии. Возможно, именно это место является для неопознанных летающих объектов своеобразным аэродромом. И каждый раз, совершая взлет и посадку, эти летающие объекты нарушают естественное геомагнитное поле Земли. Вероятность большая, что это связано с какими-то неземными технологиями, которые находятся либо глубоко под землей, и их пока не доставали, не раскапывали вот этот холм, либо они находятся над поверхностью Земли, связаны с какими-то манипуляциями НЛО или других цивилизаций, с пространством, временем, с полем тяготения, с различными видами полей, в общем, и с искривлением пространства, времени. Но если это действительно так, тогда почему законы физики нарушены только в зоне Прейзера? Почему в других точках земного шара, где люди тоже видели НЛО, гравитационное поле нашей планеты остается нормальным? Ответить на эти вопросы никто из исследователей так и не смог. 23 сентября 1977 года. Все советские газеты выходят с тревожными заголовками. В небе над Карелией появился инопланетный корабль. Свидетелями этого странного происшествия стали одновременно тысячи советских граждан. Это случилось в Петрозаводске. 20 сентября в 4 часа утра жителей города разбудил громкий гул и лучи яркого света. Выглянув в окно, горожане были просто шокированы. Над Петрозаводском завис огромный светящийся объект в форме сигары. В считанные минуты прямо на глазах у изумленных очевидцев странный объект стал менять очертания и принял форму медузы с огромными щупальцами, из которых вынули потоки яркого света. Как бы гигантская медуза. То есть она распустила свои щупальцы, и хорошо было видно, поскольку цвет этой медузы был такого желто-сиреневого-синего цвета. И после этого люди долго не могли успокоиться, у многих началась, собственно, бессонница. Естественно, что такое массовое наблюдение, чего-то неопознанного, скрыть никому не удалось. Светящийся дождь длился почти 10 минут. А потом странный объект внезапно исчез. Происшествие в Петрозаводске вызвало такой общественный резонанс, что замолчать этот факт было просто невозможно. В редакции центральных газет и журналов пришли тысячи писем и телеграмм. Люди рассказывали об увиденном и требовали объяснить им, что это было. Власти тут же выдвинули официальную версию. Объект, провисевший в небе над городом почти всю ночь, всего лишь атмосферное явление. Но в эту версию никто не поверил. Ведь впервые в истории неопознанный летающий объект оставил после себя не только воспоминания очевидцев, но и реальные следы. На утро после инцидента жители Петрозаводска обнаружили. В их домах абсолютно на всех стеклянных поверхностях, оконных стеклах, зеркалах, посуде, появились круглые отверстия идеальной формы. Отверстия были в буквальном смысле везде. И первое им объяснение было, что, мол, это ребята-хулиганы из рогатка взяли, расстреляли помещение. Но, с другой стороны, такое предположение достаточно быстро рухнуло. Почему? Да потому что многие из отверстий находились на высоте восьмого-девятого этажа, куда из рогатки, что называется, не достанешь. Кроме того, да и сами дырки были такие, что никакой камешек из рогатки сделал не застояние. Так что в действительности произошло в ту ночь в небе над Петрозаводском? Чтобы найти ответ на вопрос, по приказу советского правительства в Карелию отправилась группа ученых из Академии наук СССР. Специалисты берут необходимые пробы, образцы поврежденного стекла отправляют в Москву. Но понять, что за технология позволила так оплавить стекло, экспертам так и не удалось. Физики даже пытались воспроизвести нечто подобное в лабораторных условиях, но безрезультатно. Ни один, даже самый мощный на тот момент лазер, оказался попросту не в состоянии вырезать отверстие в стекле с такого огромного расстояния. Таким образом, версии и о хулигане, или о каких-то природных излучениях отпали сами собой. И в результате, собственно, наиболее весомым аргументом было то, что, скажем так, вот эти здания и сооружения были подвергнут какому-то странному излучению аналогов в технике землян, которому просто нет. Через неделю после таинственного инцидента в Петрозаводске у представителей власти появилась еще одна версия случившегося. Оказывается, в тот день, 20 сентября 1977 года, с космодрома Плесецк в Архангельской области запускали спутник «Космос-955». Возможно, именно этот запуск жители и приняли за НЛО, окрестив его Петрозаводской медузой. А щупальца этой медузы на самом деле не что иное, как светящийся шлиф от отработанных ступеней ракеты-носителя. Да, очень многие запуски сопровождаются световыми эффектами, необычными. В общем-то говоря, и сейчас. Очень часто по телевизору показывается, под эгидой НЛО, значит, запуск космического аппарата, там вторая ступень отделяется, и шлиф такой. Вот, это очевидные вещи. Но те, кто, так сказать, в физике атмосферы, хоть немножко разбирался, ну, такой, медуза, ну, она не могла, как бы, быть продуктом вот этого запуска космоса. Долгое время версия о том, что невероятное явление в небе над Петрозаводском лишь отцвета от запуска спутника с космодрома Плесецк считалась основной. На доводы жителей о том, что никакой запуск спутника не способен разрезать стекло, никто не обращал внимания. Пока в начале 2000-х годов не были рассекречены новые данные. Оказывается, в документах о пусках советских спутников зафиксировано. Старт ракеты-носителя состоялся на полчаса позже появления в небе Петрозаводской медузы. Это значит только одно. С запусками спутника карельский феномен никак не связан. Мало кто знает, но попытки найти ответ на вопрос, что за объект нарушил воздушное пространство над Петрозаводском, все-таки были. Причем на высшем государственном уровне. Сразу после странного инцидента министр обороны СССР отдал приказ запустить сверхсекретную программу. Ее назвали Сетка. Тысячи военных и лучшие советские ученые в течение нескольких лет будут собирать всю информацию об аномальных явлениях на территории нашей страны. Сетка МО – это значит сбор сведений по войскам, по войсковым частям с целью определения, представляет ли это явление, я имею в виду НЛО, опасность для персонала, техники, систем связи, систем навигации и так далее. То есть для людей и для военной техники. Это главная задача. Она была рассчитана изначально на 5 лет, Сетка, и потом каждые 5 лет на протяжении, ну, скажем, почти 19 лет существования, я помню, 19 лет, вот, каждые 5 лет название-то менялось. То была Сетка, потом Галактика, потом Горизонт, потом Нить. Это один из главных документов секретной программы Сетка – инструкция по наблюдению НЛО. В инструкции подробно разъясняется, какую форму могут принимать неопознанные летающие объекты, как они могут себя вести в воздухе и на земле. Копии этого документа в конце 70-х годов были отправлены во все воинские части Советского Союза. В течение первых месяцев в штаб программы Сетка стали приходить тысячи рапортов. Военные из самых разных уголков страны в подробностях описывали случаи столкновения с неопознанными объектами. Согласно инструкции, сотрудники подразделений Сетка должны были сразу сдавать все письма в архив под грифом «Совершенно секретно». Но некоторые документы, бывшие служащие секретного отдела, вопреки инструкции оставили у себя. Вот эти бумаги. Этот рапорт датирован 1986 годом. Он составлен в воинской части номер 34608 подмосковного города Климовска. Генерал-лейтенант Шмырев докладывает, в ночь с 17 на 18 июня все военнослужащие, находившиеся на территории части, видели в небе странный светящийся объект. Все солдаты описали его одинаково. Военные эксперты утверждают, большая часть сообщений, проходивших по программе Сетка, поступала от военных летчиков. Во время тренировочных полетов пилоты военных самолетов регулярно сталкивались со странными объектами. Во время взлета, посадки и при выполнении сложных фигур их почти всегда преследовали неопознанные летающие объекты. Чаще всего это были либо необычные свечения, либо небольшие шарики типа шаровой молнии. Однако то, что это было не шаровой молнии, говорит о том, что эти шарики сопровождали самолет достаточно высоко от земли, причем шарики летели параллельно с ним, иногда влетали внутрь самолета, прожигая при этом крылья и фюзеляж. То есть такие наблюдения действительно очень тщательно фиксировались, но объяснений им на том уровне 70-х, 80-х годов, да и как и в настоящее время, тем не менее найдено не было. Сегодня исследователи не сомневаются. Ежемесячные отчеты по программе Сетка ложились на стол высшего руководства страны. Запросы из КГБ приходили в Академию наук регулярно, а над изучением воздушных аномалий работали лучшие ученые Мигулин, Трофимчук, Шейнлин. Однако ни одного официального отчета за несколько десятилетий работы опубликовано не было. Сколько было сообщений, сейчас сказать очень трудно, потому что, по крайней мере, как утверждается, весь архив Сетки был в свое время якобы продан. То есть сейчас этого архива не существует, за исключением каких-то черновиков, каких-то отдельных записей, отдельных писем, то есть то, что сохранилось у рядовых исполнителей. В начале 90-х программу Сетка закрыли с формулировкой «отсутствие практических результатов». Якобы ни одного подтвержденного факта присутствия НЛО на нашей планете ученым предоставить так и не удалось. Однако большинство экспертов уверены, на самом деле проект и не думали сворачивать. Просто теперь его проводят в условиях строжайшей секретности. И не исключено, что именно в начале 90-х проект Сетка стал международным. К нему подключились все ведущие мировые державы. 7 октября 1987 года. Нью-Йорк. На 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Рональд Рейган выступает с сенсационной речью. Он утверждает, двум сверхдержавам СССР и США нет смысла дальше продолжать холодную войну. Пришло время подумать об угрозе из космоса. Во всем мире это заявление восприняли как прямое доказательство. Пришельцы из космоса действительно посещают нашу планету. И в правительствах супердержав знают о некой угрозе, но почему-то скрывают. Что если мы столкнемся с инопланетной угрозой? Что если она исходит даже не из Солнечной системы? И я вас спрашиваю, а может пришельцы уже среди нас? Что заставило Рейгана так резко изменить политический курс? Ведь Советский Союз к тому времени уже был на грани краха. Если бы США продолжили гонку космических вооружений, то непременно бы ее выиграли. По мнению большинства экспертов, слова Рейгана об угрозе из космоса могут значить только одно. Все спецслужбы мира уже давно и серьезно изучают неопознанные объекты и загадочные аномальные явления. И скорее всего в конце 80-х годов сотрудники американских секретных лабораторий столкнулись с чем-то невероятным. С чем-то, что не поддавалось никакому разумному объяснению. Многие исследователи считают, у американских ученых появились точные доказательства того, что представители инопланетных цивилизаций уже посещали нашу планету и было это несколько тысяч лет назад. О том, был ли тот визит дружественным, ученые всего мира спорят до сих пор. Существует множество теорий об инопланетянах, о том, почему они могут к нам прийти и что случится, если это произойдет. Одна из теорий гласит, что они придут, чтобы завоевать или уничтожить нас, возможно, потому что мы представляем угрозу. Совершенно очевидно, что если они прилетят к нам, значит их технологии значительно более развиты, чем наши. На данный момент мы можем посылать беспилотные аппараты на несколько ближних планет и на Луну. Мы не зашли дальше нашей Солнечной системы. 12 человек побывали на поверхности Луны, но на этом все. Так что совершенно ясно. Если цивилизация достигла уровня межзвездных полетов, их наука и технологии далеко впереди наших. Если бы они хотели нас уничтожить, они с легкостью сделали бы это. Впервые о том, что много веков назад нашу планету действительно посещали представители инопланетных цивилизаций, ученые заговорили в 1950 году, когда в Италии, недалеко от города Вилькамоника, были обнаружены вот эти рисунки. На стенах пещер изображены странные существа. Их головы окружены нимбами, которые больше напоминают шлемы с антеннами. А это изображение было найдено в Северной Африке, в юго-восточной части Алжира, в районе плато Тасили. На рисунке явно человек, но облаченный в скафандр. По данным археологов, возраст этой фрески – 6 век до нашей эры. Но тогда пустыню Сахара населяли племена туарегов. И вряд ли в то время у них были чертежи космических скафандров. Подобную наскальную живопись археологи всего мира находят в самых разных уголках земного шара. Рисунки датированы самым разным временем. Но везде представители древних народов от Южной Америки до Австралии независимо от уровня своего развития изображают одних и тех же таинственных существ, облаченных в скафандры с шлемами на голове. Но как изолированные друг от друга народы могли в разные эпохи увековечить одних и тех же существ? Швейцарский исследователь Эрик Фоан Деникен одним из первых выдвинул гипотезу. Возможно, в древности Землю посещали инопланетные существа. Миллионы, а может и миллиарды лет назад нашу планету посещали инопланетные астронавты. Примитивные люди приняли их за богов и описали в своих легендах и живописи как могущественных творцов. Но самое фантастическое доказательство того, что в древности гости из космоса действительно могли посещать нашу планету, по мнению многих археологов, находится в Южной Америке. Южное побережье Перу. Пустыня Наска. Наска состоит не из песка, как все остальные пустыни. Это огромное каменное плато. Здесь нет растений и животных. Но именно здесь, в 3 веке до нашей эры, появились вот эти невероятные рисунки. Причудливые линии образуют всевозможные геометрические фигуры. Треугольники, ромбы, даже спирали. Их тысячи. И все они простираются на сотни километров. Посмотрите. На плато Наска отчетливо видны не только хаотичные линии, но и гигантские и четкие изображения животных. Птиц, обезьян, пауков. И даже цветы. Кто и, главное, для чего начертил все это на безжизненном каменном плато? Ученые спорят до сих пор. Никто не может объяснить, для чего это делалось. Хотя гипотез о происхождении и назначении этих геоглифов существует несколько десятков. Но ни одна из них не может адекватно ответить на этот вопрос. Дело в том, что главная особенность всего комплекса Наски это то, что он виден только с воздуха. С высоты птичьего полета и из космоса. То есть все эти рисунки и линии не предназначались для того, чтобы их видели с Земли. Они явно были нацелены на небесных, так сказать, зрителей и созерцателей. Некоторые исследователи считают, изображение животных и цветов это всего лишь тотемные символы племен, населявших пустыню Наска 2000 лет назад. Однако большинство ученых с этой версией не согласны. Ведь узор видно только с очень большой высоты, то есть с воздуха или с земной орбиты из космоса. Поэтому многие эксперты уверены, все эти рисунки не что иное, как маяки, по которым инопланетные астронавты ориентировались, приземляясь на нашей планете. В доказательство этой версии археологи приводят вот эту 30-метровую фигуру. Она не похожа на другие. Ведь на ней, в отличие от остальных рисунков, изображено не животное и не цветок, а 30-метровая фигура астронавта. Человек с круглыми глазами. Вот, наверное, поэтому в свое время известный исследователь тайн древности Эрих фон Деникин обозвал его астронавтом. Хотя более распространенное непосредственно в Перу название – это «человек-сова», опять-таки за круглый глаз. Версия о том, что фигуры, вырезанные на плату Наска в древности, служили для пришельцев своеобразными маяками, выглядела бы вполне правдоподобно, если бы не одно «но». Ее сторонники так и не смогли ответить на простой вопрос. Зачем гостям из космоса вообще нужны подобные наскальные рисунки? И как они могли им помочь? Ведь если какая-то инопланетная цивилизация научилась перемещаться по Вселенной, преодолевая гигантские расстояния, то наверняка ее представители пользуются сверхмощной техникой. Такой, для которой вообще не нужны взлетно-посадочные маяки, тем более такие примитивные. Набор аномальных свойств, которые нам демонстрирует НЛО, это большие скорости, перемещение на этих скоростях без торможения, под очень острыми углами, при которых любая наша техника просто развалится в воздухе в результате перегрузок. Следовательно, для того, чтобы перемещаться с такой динамикой и с такими поворотами, нужно, во-первых, обуздать, по крайней мере, два физических закона. Это закон инерции и это закон гравитации. Долгое время версия о том, что в древности представители инопланетных цивилизаций могли посещать нашу планету, считалось неподтвержденным. До тех пор, пока американские археологи не обнаружили вот эту удивительную находку. В 1956 году ее впервые выставили на всеобщее обозрение на выставке в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Эта выставка называлась «Золото до Колумбовой Америки». Среди прочих экспонатов, принадлежавших коренным жителям Америки, населявшим этот континент задолго до прихода завоевателей, был вот этот. Чтобы внимательно его изучить, на выставку прибыла целая делегация авиаконструкторов во главе с представителем крупнейшей авиационной корпорации «Локхед». Представителей военной авиации США очень заинтересовали фигурки странных птиц, отлитые из золота в начале первого тысячелетия нашей эры. Специалисты сразу поняли, эти фигурки изображают вовсе не птицы. Дело в том, что ничего схожего с птицами или насекомыми в них нет. В первую очередь, все эти фигурки имеют вертикальный хвост. У птиц это невозможно. Кроме того, они имеют дельтовидные крылья, расположенные на брюхе, а не посередине корпуса или наверху. То есть ни на птиц, ни на насекомых они никак не похожи. В тот же день представители корпорации «Локхед» забирают необычные фигурки птиц в свою лабораторию. Древнюю статуэтку помещают в аэродинамическую трубу, чтобы посмотреть, будет ли птичка такой странной формы держаться в воздухе или же начнет заваливаться в сторону. Первое же испытание привело к ошеломляющим результатам. Помещают туда модель и начинают на различных режимах гонять воздух с различной скоростью. И за счет поведения модели, то есть заваливается ли она на крыло, задирает нос или хвост, или падает штопор, делаются выводы об ее аэродинамических свойствах. Вот эти модельки, сделанные с этих самолетиков, показали прекрасные аэродинамические качества. И что самое интересное, наиболее ярко эти качества проявлялись при испытаниях на сверхзвуковых скоростях. Спрашивается, с какой стати это возможно было, как такие вещи получить древним индейским мастерам. Случайно? Исследователи аномальных явлений считают, возможно фигурки, созданные инками, и правда уменьшенная копия инопланетных реактивных самолетов, прилетавших на нашу планету много тысяч лет назад. А древние индейцы их попросту изобразили в золоте. Более того, некоторые эксперты считают, инопланетные корабли такого типа посещают нашу планету до сих пор. Возможно, именно их видели сотни людей в небе над Петрозаводском, а совсем недавно над китайским аэропортом Сяошань. Впрочем, физики утверждают, загадочные инциденты в небе вовсе не НЛО. Это атмосферные явления. Долгое время считалось, что светящиеся шары в небе не что иное, как шаровые молнии. Впрочем, шаровая молния никогда не достигает размера больше 20 сантиметров в диаметре. Кроме того, существует шаровая молния всего 10 секунд, после чего просто исчезает. Но ведь таинственные объекты в небе, которые описывают очевидцы, ведут себя совсем по-другому. Иногда их размеры достигают нескольких десятков метров, а сами они способны провисеть в небе больше суток. Поэтому физики выдвигают другую версию. Загадочные летающие объекты это не шаровые молнии, а так называемые вакуумные домены. Они образуются в тех участках атмосферы, где по неизвестным науке причинам образуется вакуум. Вакуумный домен это некоторое образование, которое прежде всего есть магнитная аномалия. Потом это аномалия, которая вовлекает окружающий воздух во вращение. В результате этого вращения в небе образуется сгусток энергии. Он может светиться, неся в себе огромный заряд. При этом такие самосветящиеся объекты всегда отображаются на радарах, ведь они испускают электромагнитные лучи в инфракрасном диапазоне. Но и это еще не все. Вакуумные домены способны совершать в воздухе немыслимые маневры. Вращаться, замирать, зависать на высоте несколько тысяч километров и летать на невероятных скоростях. От нуля, то есть они могут покоиться или где-то, скажем, зависать в месте радиоточек или еще в месте проводов высоковольтных, а могут перемещаться со скоростями до 70 тысяч километров в секунду. То есть огромные скорости. Да, вот промелькнул и все. Но самое главное, физикам удалось установить. На эти объекты, образовавшиеся из вакуума, попросту не действуют законы гравитации. Точно так же, как предметы в аномальной зоне Прейзера, эти светящиеся шары не притягиваются с Землей, а наоборот отталкиваются. Вынуждены ученые все-таки за этими явлениями записать и то, что в науке пока считается абсурдным. Это гравитация. Вот многочисленные данные показывают, что эти, в общем-то, электромагнитные объекты приводят к гравитационным аномалиям, может быть, к гравитационным диполям. То есть они не имеют тяжесть, как все массы, а наоборот они как бы имеют способность отталкиваться от масс, в частности от Земли. А значит подниматься, а не наоборот притягиваться. Но если все это так, и таинственные объекты, пугающие очевидцев по всему миру, вовсе не НЛО, а всего лишь так называемые вакуумные домены, тогда как объяснить вот эту находку? В 2007 году в индийском городе Махенджударо археологи обнаружили вот это. Это виманы, древние летательные аппараты. По словам ученых, появление виман в небе над Индией четко описано в летописях. Бог прилетел на быстрой и мощной вимане. Послал против трех городов мощный одиночный снаряд, заряженный всей мощью Вселенной. Сверкающий столб дыма и огня вспыхнул, как 10 тысяч солнц. Погибших людей было невозможно распознать, а выжившие прожили недолго. У них выпали волосы, зубы и ногти. Эта запись датирована первым тысячелетиям до нашей эры. После этого город Махенджударо просто перестал существовать. В это трудно поверить, но сегодня археологи находят подтверждение тому, что сказано в летописи. Город действительно был уничтожен мощнейшим взрывом. И взрыв этот сравним с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаке. Следы якобы сильного термического воздействия Махенджударо. Там здание повалено таким образом, что это возможно только при взрыве, то есть имеется якобы эпицентр. И возможно там какие-то следы оплавленного, так сказать, материала. Но это еще не все. Некоторые ученые считают, точно от такого же взрыва, скорее всего, погибла еще одна суперцивилизация, шумерская. Она так же, как и индийский город Махенджударо, была просто стерта с лица земли. Но самое странное, что и появились шумеры словно бы ниоткуда. Пять тысяч лет назад у них уже была письменность, календарь, законодательство, медицина, оружие. После себя шумеры оставили вот такие глиняные таблички, в которых сказано все это, все блага суперцивилизации шумеров, созданные богами. Вот в чем действительно феномен и парадокс. Самые первые образцы письменности являются самыми, так сказать, сложными и совершенными. И появляются они действительно без какой-то предыстории в готовом виде. У подавляющего большинства народов, где упоминается, так сказать, этот факт, он выглядит как дар богов или полу-богов. В любом точке земного шара, будь то Америка, Междуречия или Индия, вот весь этот комплекс цивилизационный, письменность, календарь, производящие хозяйства, металлургии, люди не изобретают, а получают от высших существ, от богов. Своих богов, даровавших все блага цивилизации, шумеры называли аннунаки. На одной из фресок шумеры изображают машины богов. Вот они. По шумерским легендам, именно на таких машинах в виде птиц и прилетали на землю древние боги аннунаки. Но если сравнить эту фреску с золотыми фигурками древних индейцев, то выяснится удивительная деталь. Они одинаковые. Выходит, и машины богов, и золотые птички индейцев созданы по одному и тому же макету. Но как объяснить, что две абсолютно разные цивилизации, разделенные океаном и тысячами лет, нарисовали одинаковые изображения? И почему в дальнейшем летопись о сотрудничестве с богами резко обрывается, и также внезапно обрывается и существование обеих цивилизаций? Некоторые исследователи считают, оба этих народа погибли по одной и той же причине. Их погубила какая-то нам неизвестная суперцивилизация. И, скорее всего, эта суперцивилизация имеет внеземное происхождение. Часть археологов, более-менее здравомыслящих, американцы, групп археологов, они исследовали, и они обнаружили, что вот часть древних городов, особенно Средиземноморья, Миспотамия, Индия, что некоторые города несут на себе следы ядерного удара, то есть оплавления, массовые пожары и прочее. Это действительно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдали при атомных бомбардировках. И тем самым это говорит о том, что погибнуть очень быстро тогда могла быть цивилизация. Несколько ядерных ударов, и все. Версия о том, что гибель древних цивилизаций действительно могла наступить в результате инопланетного воздействия, так и осталось бы всего лишь догадкой, если бы не эти кадры. В ноябре 2010 года их снял один из космических спутников проекта Сети. За орбитой Плутона отчетливо видны вот эти странные объекты. Ученые проекта Сети рассчитали траекторию и скорость движения этих объектов. Они безо всяких орбит, как всякие другие космические тела, летят прямо к Земле. Это значит, что, скорее всего, все три объекта имеют искусственное происхождение и вполне возможно, что это и есть инопланетные корабли. Каждый из них имеет 240 километров в длину и 80 километров в ширину. Но самое главное, информацию о том, что на границе Солнечной системы действительно появились таинственные корабли, подтвердили даже в НАСА. В аэрокосмическом агентстве США заявили, там давно наблюдают за этими объектами. Более того, правительство всех мировых держав о кораблях знает, если это действительно так, и к Земле летят инопланетные корабли, то смогут ли их обитатели уничтожить на нашей планете все живое? Предоставить информацию об этом в НАСА отказались. Вы заметили, как в нашей жизни в последнее время реальность перемешалась с фантастикой? Ученые всерьез рассуждают о переселении на другие планеты. Финансисты уж, на что серьезные люди и то связывают падение курса доллара с приближением кометы? Что уж тут взять с военных? Им вообще за каждым углом чудятся инопланетяне. И все было бы ничего, если бы за всем этим не стояли реальные факты, которые невозможно ни отвергнуть, ни объяснить.